Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, евангельское чтение. Понятно, что каждый из нас может попасть в такую ситуацию, когда тебя будут гнать, или у тебя сложатся такие определенные обстоятельства, когда может возникнуть вопрос, а зачем мне это? И такой вопрос возникает, ведь мы, живые люди, попадаем в такие ситуации, и нам сложно воспринимать то, что это дано нам от Бога. И правда, что многие вещи, многие вещи приходят к человеку, потому что мы живем в таком мире. И Господь бы рад был, чтобы это с нами не случилось. Но Он Сам пришел в этот мир, и Его распяли. Он не сделал никому ничего плохого, и пришел ради того, чтобы люди научились быть счастливыми. Но люди этого не приняли. Каждый, кто был замкнут в себе, этого не принял, потому что это призыв к тому, чтобы меняться, к тому, чтобы посмотреть на себя такой, какой ты есть. А это больно, тяжело и трудно. Но! Господь все же всегда остается с нами во всех тех обстоятельствах жизни, которые у нас бывают и случаются. просто часто и я, и все мы не умеем этого видеть. И проходим мимо этого. А как часто было, что Господь мне, скажем, говорил, я здесь, я здесь. И вот, если брать конкретно это Евангелие, в моей жизни был случай, когда мне было опасно оставаться в одном городе, и я не знал, как поступить. И вдруг, вдруг, рядом со мной оказался человек, который напомнил мне строчку Евангелия. Самое первое. Если будут гнать в этом городе, бегите в другой. И так как все мое я к тому моменту было разбито, и мне не за что было уцепиться, я уцепился за эту фразу. И я поступил, как сказано в Евангелии. И действительно, я уехал из этого города, потом очень быстро вернулся, но уже вся ситуация, которая была критическая на тот момент, она успокоилась и исчезла. И меня тогда это очень сильно удивило. Стоит только было довериться, поверить и пойти, как сказано здесь в Евангелии. И этого было достаточно, чтобы практически в моей жизни спасти мою душу от тех, кто стремился как раз ее погубить. Или вот другой случай, который также сказал мне о том, что Господь совсем рядом. Сегодня память двух замечательных святых. Даже больше. И Сергия, и Германа Валаамских, и еще Кира и Иоанна. Перенесение мощей этих бессеребренников, мучеников и чудотворцев. Мы как-то уже привыкли, что наши бессеребренники Косьме и Дамиан более известные. И часто не обращаем внимания, что кроме этой пары были и еще пара людей, которые были также бессеребренники и не брали за свою работу ничего лишнего. И эта пара такая. Кир, он был как раз врачом, но вот и он был воином. И учеником Киры. А потом научился также врачевать и стал помогать своему собрату в этом непростом деле. И они были замучены во время Диоклетиана, императора, где-то на стыке 3-4 веков. И в Москве был построен храм через их. И в этом храме долгое время служил один из духовных отцов, отца Александра Мения, отец Серафим Батюков. Или Батюков. По-разному встречается его имя, его фамилия. Вот. И так получилось, что когда меня рукополагали в священнике, меня рукополагали на Аландском подворье. Это храм Рождества Пресвятой Богородицы, который также находится недалеко от нашего храма. Это улица Солянка, Моросейка. Вот. И я не задумывался ни о чем. Я волновался о том, как меня будут рукополагать. Я действительно очень волновался и очень устал, когда проходило таинство. Я вышел из храма, и такой был уставший, что не знал, как мне дальше поступить. Вокруг меня были мои друзья, и один из друзей предложил мне пойти в кафе, чтобы меня накормить. Вот как-то умилосердился надо мной, посмотрев на меня, какой я измотанный. И мы пришли в один кафетерий и стали просто есть еду. И там же познакомились рядом с этим кафе с одним из диканов, который служит в храме Розества Пресвятой Богородицы. И он нам рассказал историю об этом кафе. Но не о самом кафе, а о том месте, на котором это кафе находится. Оказалось, что на этом месте был храм Кира и Иоанна, святых бессеребрянников, чудотворцев, мучеников. И именно в этом храме служил отец Серафим Батюков. И казалось, это какое-то такое простое совпадение. Я когда позвонил отцу Александру Борисову, сказал, вот так, знаете, такой чудесный случай, что вот рядом два храма, один существует, другой не существует. И этот храм, в который мы пришли, не зная о том, что здесь служил один из друзей отца Александра Мене, когда-то давным-давно. Вот. И для меня это непростое совпадение, какой-то знак свыше. И на что отец Александр сказал, да, удивительно, Господь действует в наших жизнях. А для меня это еще одна такая весточка. Я рядом. Я всегда рядом. вот посмотри, недаром в твоей жизни происходят такие случаи. И мне кажется, что каждому из нас часто дано видеть такие вещи для того, чтобы как раз преодолевать трудные этапы своей собственной жизни, когда кажется, что мы совершенно одиноки. Господь специально говорит каждому из нас, не думайте, что вы одиноки. Я с вами рядом. И не оставлю вас никогда. И еще одну вещь, которую я хотел сегодня озвучить. Недаром, наверное, вот так происходит, что Кира и Анна, Германа и Сергия и многих-многих других святых мы видим не в одиночестве, а именно в числе двух. Помните, сам Господь посылал учеников по двое. Как раз для того, чтобы мы научились еще в этой жизни и умели поддерживать друг друга. И как раз разделяли друг с другом те самые трудности, которые в этой жизни просто неизбежны. Ты не можешь взять их и перепрыгнуть. Они будут. Вот человек приходит в мир и говорит, а я хочу быть счастливым, но он приходит в мир, который изменился до нельзя после грехопадения. Он приходит не в тот самый Эдемский сад, в котором не было болезни и смерти. Он приходит туда, где есть болезни и смерти, туда, где люди страдают и люди умирают и гибнут в конце концов. И у него будет такая же участь. И он мимо своей смерти не пройдет. Но как важно научиться по-настоящему быть человеком в этом самом мире. Научиться делиться этим самым теплом твоего собственного сердца. И это как бы нужно каждому из нас для того, чтобы по-настоящему научиться даже здесь быть счастливыми. Но не те, которые покупают очередную иномарку или строят очередной дом для себя, а потом еще очередной, а потом еще очередной, и еще очередной, не могут насытиться. А для тех, которые видят в своей жизни присутствие Божие, которые видят благое, научиться этому, это очень важно по-настоящему не зависеть от тех самых обстоятельств, которые будут в нашей жизни, несмотря ни на что. Это трудное дело, самое трудное дело, которое может быть. Я это сам по себе ощущаю. Научиться благодарить за что-то конкретное, не за просто так, а конкретное сказать, а вот, а сегодня я встречусь с вами, вот с этим человеком, с этим другом, или у меня будет вот такое дело, или я совершу совсем маленький шажок навстречу к тебе, Господи, прочитав вот эту молитву, и за это поблагодарить и сказать спасибо, Господи, что ты у меня есть. Как это бывает сложно, но это позволяет каждому из нас выбираться из своих собственных недостатков и переживать другие трудности, которые неизбежны, в которых мы можем падать, отчаиваться, забывать о Боге, но там, где-то внутри, у нас будет теплиться надежда, что Он как раз нас не оставил, потому что в обычные дни мы будем практиковать эту надежду. Это очень важно. Очень важно помнить о том, что Господь нам дает возможности, не бремена, а возможности для того, чтобы учиться быть живыми. Вот что главное, научиться быть живым. И тогда действительно ты можешь видеть какие-то вещи, которые раньше не замечал. Присутствие того, кого раньше не замечал. В самых обыкновенных действиях, в самых обыкновенных вещах для тебя это будет обыкновенное чудо, волшебство, так скажем. Но ты это будешь видеть и радоваться по-настоящему от всей души, потому что твоя душа будет как душа ребенка, но не инфантильная, а того, кто открыт этому миру и доверяет тому, кто рядом с тобой. Вот этому, мне кажется, стоит поучиться, сколько бы времени нам в этом мире не осталось. Это не важно. Это задача вечности. Но надо начинать сейчас. Вот эти святые начинали здесь сейчас, не дожидаясь, когда они встретятся там, в том мире со Христом, в этом мире со Христом, потому что Он рядом с каждым из нас, просто мы Его не видим. Они говорили, а я сейчас хочу быть по-настоящему живым, не откладывая это на завтра и на послезавтра. Вот, каждый раз Евангелие нам об этом говорит своими строками, говоря о том, что обратите внимание на меня в этом тексте. Сам Господь говорит, послушайте и доверьтесь, идите и увидите, ищите и найдете. Вот, давайте как-то об этом подумаем сегодня, в День памяти таких прекрасных святых, которые нас не оставляют никогда и дают вот эти знаки маленькие, что Господь рядом с нами, каждую секунду нашей жизни. Просто стоит на Него обратить внимание. Аминь. Субтитры